Продолжение следует... Но и другими письменностями языков народов СССР то, что характеризовало несколько разных советских периодов. С этой точки зрения я буду говорить именно о работе по созданию системы письменных знаков для определенных языков. С этой точки зрения нужно выделить несколько разных периодов. Ну, в основном два. Ну, творческая работа проходила главным образом в первый период. Второй период характеризуется в основном негативно. То есть, даже некоторой борьбой с тем, что было сделано в первый период. Поэтому я не хочу слишком обобщать, но в целом мне представляется, что недостаточно серьезно говорить об одном советском периоде. И вот если пользоваться термином «колониальный», то я думаю, что с колониальной ситуацией, ну, скажем, в пределах Британской империи сопоставимо то, что делалось в первый из периодов. А второй период, с этой точки зрения, скорее можно назвать постколониальным. Значит, я бы настаивал на том, чтобы не считать, что был только один советский период. Но повторяю, что это касается конкретно моей темы. То есть, я не хотел бы навязывать эту хронологию для остальных видов гуманитарной, интеллектуальной и так далее работы, которая проводилась в разных направлениях. Итак, с чего начинается первый период? Он начинается с работы преимущественно специалистов на местах, но также нескольких очень крупных ученых, о которых я отдельно буду о каждом говорить, в Москве и в Ленинграде, сначала еще в Петрограде. Это предварительная работа, которая занимает самое начало 20-х годов. И на первом месте здесь стоит работа теоретическая. Значит, все то, что я буду сейчас описывать, замечательные успехи. Действительно, очень много было сделано в течение первого десятилетия. Замечательные успехи нашей науки в этой области были связаны с тем, что одна часть лингвистики, к этому времени весьма уже развитая, была использована. И фактически речь идет о приложении уже разработанной теории. Теория – это фонология. И вы знаете, что в России, в пределах русской науки, на территории всей Русской империи, можно говорить о очень раннем создании и развитии фонологии, главным образом связанной с Казанской лингвистической школой, с ее основателем Бодуэном де Кортене. Но Бодуэн де Кортене – это замечательная личность, замечательная во многих отношениях, в том числе и биографически. Вы знаете, что это же потомок французских королей, то есть начало его имени, вот это Бодуэн де, имеет вполне исторический смысл. Он смешанного государственного происхождения человек. То есть он в какой-то степени себя мыслил и русским, и полякам. В конце жизни он возвращается в Польшу, и там даже был кандидатом на очередных выборов президента. Он был кандидатом от национальных меньшинств. Его не избрали, но все-таки это показывает, что он был значимой фигурой в политическом плане. В России он также, кроме научной деятельности, много занимался общественной деятельностью, помогая национальным меньшинствам, и даже короткое время находился в тюрьме. То есть он и в России, и в Русской империи, и в Польше, после всех перемен, после Версальского мира, выступает как видный общественный деятель. Учёный он был замечательный, во многом параллельный Сосюру. Многие идеи, которые потом находят у Сосюру, уже были у Бодуэна и у его главного ученика показания, Крушевского, тоже замечательного учёного, принадлежавшего, как и Бодуэна одновременно, русской науки и польской науки. Бодуэн создал теорию фонем, в основном опиравшуюся на психологические идеи. То есть Бодуэну представлялось, что в нашей нервной системе, в нашем мозге, находятся некоторые элементы, которые отвечают звукам данного конкретного языка. Он предложил назвать эти элементы, элементы психики человека, звукопредставлениями. И та фонология, которую разработал Бодуэн, это фонология, опиравшаяся на психологическую идею звукопредставления. Вы знаете, к этому может быть двойственное отношение. В науке, я сейчас подробнее расскажу, в какой именно её части, в той фонологии, которая и послужила главным теоретическим источником для работы по созданию письменности, в фонологии, общее отношение к идее звукопредставления было двойственным. То есть признавая то, что действительно таким образом открыто наличие систем фонем и открыто наличие какого-то психического и нервного соответствия им в человеческой нервной системе. Вместе с тем, лингвисты-специалисты несколько опасались преувеличения чисто психологического подхода. В какой-то степени эта боязнь психологической стороны идеи Бодуэна сказывается до сих пор в работах по истории фонологии. И я думаю, что, может быть, здесь нужен некоторый пересмотр уже сложившейся, часто повторяющейся точки зрения. Я сам склонен думать, что у такой психической теории фонем есть много фактических оснований. Может быть, часть меня слушающих знает работу Эдуарда Сепера, который обобщает опыт своей работы с американскими индейцами, созданием языков и письменности для американских индейцев. И фактически то, к чему приходит Бодуэн, довольно близко к тому, что, не зная о нем, позже делает Сепир, ну и некоторые другие американские фонологи. То есть это направление фонологии мне представляется тоже вполне закономерно. Но в годы сразу после Гражданской войны была сделана замечательная попытка освободить фонологическую теорию от представления о звукопредставлениях, о психике и создать чисто звуковую теорию, опирающуюся на реальные факты языка, на наличие противопоставления фонем внутри системы данного языка. Вот это открытие превращения теории Бодуэна из психологически-лингвистической в чисто лингвистическую, оно связано с именем выдающегося ученого Николая Феофановича Яковлева. Это один из самых крупных лингвистов 20-х и 30-х годов. К сожалению, по разным причинам, включая, к сожалению, чисто биологические, медицинские, конец его жизни достаточно печален. Он болен, умирает в больнице и в какой-то степени испытал какое-то разрушение личности в конце жизни. Так что его история трагическая, как многое о чем приходится говорить в связи с двумя основными советскими периодами, о которых я буду рассказывать. Но в начале 20-х годов Яковлев пишет замечательную работу. В какой-то степени это классика лингвистики 20-го века. Из числа основных работ по лингвистике, сделанных в это время, это работа Яковлева, сравнительно небольшая, математическая формула построения алфавита. он показывает, как зная определенный язык, умея установить соотношение фонем внутри этого языка, можно построить строгую систему, не прибегая к психологическим данным. То есть это попытка изучить не систему звукопредставления, не то, что пытался сделать в своих работах по Дуэнде Куртыне и его школе, а попытка создать собственно фонологический подход к языку. Именно это получило развитие в работах пражского лингвистического кружка, в частности в трудах Трубецкого и Романа и Капсона. Многие могут знакомиться с книгой князя Трубецкого «Основы фонологии» «Грунцюги дарфонологии» в первоначальном немецком издании. Сейчас она издана на разных языках, в том числе и по-русски. И в этой книге сам Трубецкой отмечает, что его подход развивает идеи Яковлева. Яковлев, как и Трубецкой, был главным образом специалистом по кавказским языкам, преимущественно по северо-кавказским языкам, то есть таким, как дагестанские языки, чечено-ингушские, войнахские языки, ну и некоторые более западные, северо-западные кавказские языки, как абхазские, абазинские и другие. Вот это те языки, основа фонологии Трубецкого и Яковлева, то есть это те языки, на почве, на материале которых им удалось прийти к построению строгой системы фонем. Другая система фонем это система противопоставления слов значимых единиц языка, поэтому в это время выдвигается понимание фонема как различителя значимых элементов языка. Значит, отличие от звукопредставления бодуэн заключается в другой функции, которая предполагается у фонем согласно идеям Яковлева. Как мне представляется, это действительно очень крупное открытие. Оно связано с характерным для науки, вообще европейской и американской науки 20-х и 30-х годов некоторым сознательным отделением части гуманитарных наук это психология. Если в предшествующий период психологи такие как Вунд в Германии и как Джеймс в Америке психологи в какой-то степени задавали тон в гуманитарных науках, показывали как с помощью психологических экспериментов и психологического осмысления понять основные принципы функционирования языка и других систем знаков, в этот период 20-е годы происходит переход к попыткам вне психологического построения. Вот в этом отношении замечательная работа Яковлева. Теперь очень коротко о том, каковы основные языки, с которыми ведется работа, какие стояли задачи, что удалось сделать, что не удалось сделать в эти творческие годы. То есть я разбираю в основном то, что было сделано в 20-е годы и в самом начале 30-х годов. Позже наступает принципиально другой период. В этот ранний период прежде всего делаются попытки переосмыслить уже существующие достаточно развитые системы письменных знаков, которые обозначают фонемы. Ну, например, уже в 1917 году, то есть сразу по мере изменения государственного строя Русской империи решительно приступают к переосмыслению якутской письменности. Попытка разработки письменности для якутского языка была совершена еще в 19-м веке, а в начале 20-го века несколько талантливых ученых, чей родной язык якутский, продолжают эту работу, используя к тому времени уже хорошо развитую теркологию, науку о тюркских языках в целом. И в какой-то степени то, что было начато с якутским языком, помогло потом как опыт и в создании письменности для других тюркских языков. Но здесь, если говорить о Средней Азии, то есть о большом пространстве, где значительные группы населения говорили и продолжают говорить сейчас на разных тюркских языках, одна из важных проблем культурно-исторической, она заключается в большой роли ислама и главного языка ислама арабского, ну и соответственно арабской письменности. То есть это не касается якутского языка, якутский язык географически и исторически в другой области, поэтому я начал именно с него, как с языка, который благодаря своей оригинальной исторической судьбе мог стать первым, на котором были опробованы новые методы. А что касается других среднеазиатских тюркских языков, то в основном проблема заключалась в том, как использовать уже существующую практику записи этих языков с помощью как-то приспособленного к этой задаче арабского письма. То есть бралась система знаковых обозначений, которые используются в классическом арабском языке, но в главном языке Корана, Священной Книги Ислама, необходимые изменения вносились для отдельных конкретных языков. Эта работа шла на протяжении длительного времени, до того периода, который я сейчас описываю. Что нового внес собственно советский период? он внес сначала попытку осмысления, фонологического осмысления, степени разумности каждой конкретной системы фонем для данного конкретного тюркского языка, казахского, узбекского, тюргизского и так далее. С другой стороны, естественно, возникла попытка перевести эти языки на систему письма, которая обладала бы большим международным весом, которая была бы более доступна не только для ученых, но и для большого количества использователей. в разных странах. То есть, иначе говоря, речь шла о замене арабского письма латинским, о латинизации попыток построения письменности для тюркских языков. Вот это та работа, в которой участвовал уже упомянутый мной Яковлев, но участвовали также и многие ученые воспитанные в духе психофонетики Абодоэнда Куртене. Это работа по созданию нового алфавита. Работа была хорошо организована. Это была коллективная работа в разных республиках вновь созданного федеративного государства. Каждая из республик вносила свой вклад. Происходили регулярные встречи всех ученых, занятых в этой работе, которые делились с собой, между собой соображениями о том, что они могут и должны сделать. здесь, кроме Яковлева, о котором я уже сказал, надо прежде всего отметить огромную роль Евгения Дмитриевича Поливанова. Это весьма замечательные ученые. Я много им занимался и довольно много о нем писал, в частности с той точки зрения, о которой я сегодня о нем говорю. Я о нем снова пишу в недавно изданной книге от буквы и слова к иероглифу. Эта книга вышла три года назад, поэтому она вполне доступна. Я просто сошлюсь вам на то, что во второй и третьей главе книги я достаточно много говорю о проблемах создания писемности в связи с этим. говорю о заслугах, замечательных результатах Поливанова. Поливанов был фигурой вообще весьма замечательной. Я сегодня рассказываю вам о нескольких очень крупных фигурах в истории нашей науки, которые делают эту науку одной из тех бесспорных, где русской науке принадлежит первенству в целом ряде открытий. И вот один из наиболее видных ученых, может быть, до конца не оцененных до сих пор у себя на родине, это Евгений Поливанов. Он прожил сравнительно короткую жизнь, она была оборвана Сталином. Сталин подписал ту часть расстрельного списка, которая сохранилась, где есть имя Поливанова, то есть обозначение, что его предают смертной казни с собственноручной подписью Сталина до нас дошло. Но, к сожалению, перед этим страшным концом в 1938 году Поливанов испытал также пытки, о которых он пишет в специальном признании. Начало его преследований было в Средней Азии. Судьба Поливанова в официальной лингвистике Советского Союза сложилась очень своеобразно. Он использовал все богатство идей Боденда Куртена, которого ценил очень высоко. он пользовался своей собственной версией психофонетики Боденда Куртена, то есть он пользовался терминологией звукопредставлений, но на самом деле понимал их уже вполне в духе пражской фонологии, находился в постоянной переписке с пражскими лингвистами, в частности с Романом Экапсоном, который помогал печатать некоторые из этих работ. Поливанов отличался соединением бесспорно огромных научных достоинств, такого рационального мыслителя и врожденного умения быстро выучивать языки. он прекрасно глубоко овладел целым рядом языков, ну отчасти это языки, которые лежат даже за пределами того, что я сегодня обозреваю, то есть к числу главных языков, которыми занимался Поливанов, относились китайский и японский, но что касается китайского, Поливановым принадлежит мысль, что один из диалектов, первоначальных диалектов китайского языка распространенного главным образом в Центральной Азии, дунганский язык, можно в какой-то степени рассматривать для современного пользователя как особый язык, потому что дунганская грамматика уже очень далека ушла от китайской. Я имел возможность познакомиться с до сих пор полностью не напечатанными работами Поливанова по дунганскому языку, они хранятся в архивах Академии наук Киргизской республики. В свое время мне удалось с ними познакомиться. Я должен сказать, что это отчасти замечательные фонологические работы, описание фонологической системы одного из тех диалектов китайского языка, которые очень далеко отошли от собственно китайского. С другой стороны, это часть общей программы, которую Поливанов предлагал как политический деятель, заняты изменением общественных отношений в этой части Азии. То есть он полагал, что Дунгане, народ, который живет в Центральной Азии, но имеет связи с остальными частями всей китайской территории, что Дунгане могли бы служить для цели проникновения новых идей, новых форм социальной организации в Китай. Эта работа велась Поливановым как одним из видных деятелей Третьего коммунистического интернационала. Он заведовал одной из главных таких секций комминтерна, которые были связаны с Дальним Востоком. Но сам он владел китайским, корейским, японским, то есть всеми главными языками, работа над которыми велась все годы. Я, поскольку уже упомянул проблему латинизации в связи с Китаем, кроме поливановских работ по дунганскому языку, хочу упомянуть также нашего замечательного синолога академика Алексеева, которому принадлежит очень интересная книга о проектах латинизации китайского языка. Это то время, когда развивалась социальная революция в Китае, и на определенном этапе в программу этой революции входило максимальное сближение китайской традиционной культуры с европейскими культурами. Поэтому идея перехода от традиционной иероглифической письменности к новой латинской была очень популярна в Китае. Я ведь должен сказать, что эта идея латинизации письма как главного способа превращения письма в действительно международное орудие, эта идея касалась практически всех языков. Никто нибудь другой, как Луначарский, один из главных деятелей культуры раннего советского периода, нарком, соответствующий специальности. Луначарский был одним из сторонников идеи латинизации по отношению к русскому языку. Вот эти задачи по отношению к языкам с большой культурной традицией оказываются очень трудновыполнимыми, но тем не менее для подготовки некоторого пусть отдаленного будущего уже в эти годы было сделано много ценного. Возвращаюсь к ситуации языков народов СССР в целом. Как эта ситуация выглядела в 20-е годы, когда разворачивается большая работа по тюркскому алфавиту, о чём я уже сказал. Значит, кроме языков с давно известными письменными традициями, но как тот же китайский, японский, русский, на территории Союза было несколько языков с менее древними, но тем не менее уже достаточно прочными попытками перевода на определённую письменность, я имею в виду попытку арабизации представления арабским видоизменённым письмом. то, что было реально по отношению к тюркским языкам Средней Азии. Но кроме того, было большое количество вообще бесписьменных языков, преимущественно в самой северной части Евразии. То есть это были тунгусо-манчжурские языки, как раз за исключением манчжурского, у которого была давняя культурная традиция. Многие языки народов севера нуждались в создании систем письма, и эту задачу стало выполнять особое научное учреждение, созданное в 20-х годах и просуществовавшее в той форме, которую можно считать наиболее целесообразной примерно до времени Большого террора, до 37-38 года, это Институт языков и письменности народов Севера. Учреждение было замечательное, оно соединяло нескольких выдающихся антропологов с хорошей научной школой, ну, таких я назову просто главные имена таких людей, как Тан Богорас, исследователь Чукач и других народов Севера, занимавшиеся специально созданием письменных знаков для их языков. Ну, я бы также упомянул Штернберга отчасти об этом институте в целом, но и об отдельных его сотрудниках, можно получить хорошее представление, прочитав замечательную документальную книгу Крайновича, книга называется «Нифхгу». Судьба Крайновича своеобразна, он совсем молодым человеком начал работать в Институте народов Севера, занимался Нифхами, это народ, для того времени еще не имевший своей письменности, они живут по Амуру и отчасти также в областях Дальнего Востока, более восточных, в частности на Сахалине. «Нифхгу» это замечательно интересная книга, где описан Институт языков и письменности народов Севера, каким он был в момент, когда Крайнович и некоторые другие молодые ученые начали там работу, работа развернулась, вы знаете, одновременно они занимались обучением многих приехавших из Сибири, из Дальнего Востока, носителей этих языков, то есть это было не просто создание систем письма, одновременно также попытка на базе этих систем создать также полностью отсутствующую письменную литературу. Вся эта деятельность была прекращена во второй из тех периодов, о которых я кратко буду говорить. Основное, что нужно сказать о втором периоде, это то, что это было последовательное сознательное разрушение того, что было сделано в первый период. то есть система письма в большой степени были запрещены строжайшим образом, создатели этих систем многие были репрессированы. Фактически был репрессирован почти весь основной молодежный состав Института языков и письменности народа в Севере. Мне об этом рассказывал замечательный финновогровед Штайнец. Это очень крупный ученый, он в конце своей длинной жизни был одним из самых видных лингвистов в Германской Демократической Республике в советский период. Но он мне рассказывал, что он понял, что ему необходимо уехать, когда был арестован буквально последний кроме него человек, который был сотрудником Института языков и письменности народа в Севере. Но Штайнец имел иностранный паспорт, он был из числа немецких антифашистов, которые бежали от Гитлера в Советский Союз и в большой степени были арестованы и кончили свою жизнь в лагерях и в тюрьмах, если не дожили до времени, когда их реабилитировали. Ну вот, Штайнецу удалось уехать, он мне рассказывал о том, как был осуществлен этот страшный погром в Институте языков и письменности. Я сам хотел бы, немножко так добавив личную ноту в то, что я вам рассказываю, совсем коротко сказать об одном конкретном примере, на котором я мог изучить, что было замечательного сделано в этот период и чему не дали завершиться. Вы знаете, я в 60-х годах и позже занимался керцким языком, ну это один из енисейских языков, собственно, в то время, когда я начал ими заниматься, в частности, когда я был в экспедиции нынешей в 62-м году, ещё было два языка, керцкий и югский. На югском перестали говорить, то есть произошла действительно такая в социальном плане смерть языка. А на керцком языке продолжают говорить, ну, несколько сот человек может быть близко уже к тысяче языки оказываются в тех сложных экономических условиях, в которых живут эти народы, языки оказываются довольно устойчивые. То есть, вот когда я сравниваю с тем, как быстро погибают индейские языки в Соединенных Штатах, практически буквально каждую неделю каждый из индейских языков приближается к грани вымирания. Я должен отметить, что в России и в частности в современной России при всех трудностях продолжения существования отдельных бесписельных языков, тем не менее процесс языкового сдвига, как его иногда называют, процесс изменения языка в сторону перехода на основной язык, но на русский язык в России этот процесс идет гораздо замедленнее. Здесь речь идет о влиянии социальных и экономических факторов. Очень грубо я бы сказал так, что слабости и трудности экономической системы современной России, так же, как и России период разрухи после гражданской войны, эти трудности способствовали сохранению языка. То есть вы понимаете, что у тех кетов, которых я встречал на Енисеи, и которые занимались рыбной ловлей для продолжения своей жизни, и могли почти не пользоваться русским языком, то для них проблема сдвига не была так острой, как для тех же якутов, скажем, которые были очень рано вовлечены в систему экономических отношений достаточно развитого характера. Вы знаете, что удалось сделать в эпоху существования института языков и письменности народа в Северу. Это было создание для керцкого языка письменности на основе кириллического алфавита. Значит, если перечислять последовательно, какие были использованы основные международные значения системы письма, то на первом плане стоит арабский язык, которым я говорил, дальше следуют разные опыты латинизации большого числа письменности и, наконец, попытка введения письменности на основе кириллической и русской, но с некоторыми дополнительными знаками. Что происходит потом? Это уже период сталинского террора. Один из создателей икетского алкогита Каргер арестован по подозрению в национализме. Вы понимаете, что подозрение в национализме абсурдно, как большинство тех поводов для ареста, которые признавались достаточными в эти годы террора. и фактически люди знали, что система не должна работать. Когда в 62-м году экспедиция, которую я руководил, приехала на Енисей, мы даже не думали, что мы встретимся с таким количеством взрослых кетов, которые довольно хорошо знали запрещенную кетскую грамоту, умели ей пользоваться. То есть у нас появились тексты автобиографического характера, но и некоторые другие тексты, которые были выполнены вот этим когда-то изобретенным кетским письмом. Ну, попытки преподавать этот язык на основе такой письменности делались уже позже. Я могу гордиться тем, что я редактор букваря, который был сделан для кетов вот уже в период, когда вся ситуация в Сибири, в Западной Сибири полностью изменилась. Но начало было положено в Институте языков и письменности народа в Север. Конечно, есть одна серьёзная проблема, связанная с этим институтом. Это проблема достаточности языковых знаний. Большинство учёных, этнологов и лингвистов, как Хринович, которые работали в этом институте, были замечательными специалистами. Они действительно очень много знали и создали прекрасные грамматические и фонологические описания, словари. Ну, им не дали развернуться, были на них гонения, но кто-то из них, кто не был арестован, перешли на другую работу, но некоторые из них продолжали успешно работать в Институте языкознания, в Институте востоковедения в Ленинграде, в Москве эти работы были в большой степени свернуты. Так или иначе, этот второй период, о котором я считал необходим сказать, чтобы не было впечатления, что весь советский период можно считать периодом такого колониального развития, эволюции в сторону более совершенной системы письма. К сожалению, за этим первым советским периодом следует второй советский период. Ну, понимаете, я склонен вообще считать, что в целом, если разумно построить описание истории того времени, то это все выражено в словах революции и реставрации. Фактически при Сталине начинается сознательная реставрация Российской империи. И та работа с языками и письменностями, которая успешно велась в первый период, совсем не нужна для этого второго периода. Ну, а следующее время, вот время от конца собственно сталинского реставрационного периода до распада Советского Союза, это время промежуточное, то есть время, когда возможны и попытки продолжения некоторых опытов, но, конечно, продолжались в основном системы письма на базе русского, то есть отказ от арабской и латинской основ письменности, он характерен для всего последующего времени, но и система письма, которая основана на русской хиревице, сохранялись только для некоторых языков. То есть нельзя сказать, что в целом все культуры, которые были обогащены плодотворной работы местных и столичных ученых с этими бесписьменными или малописьменными языками, младописьменными языками, эта работа была продолжена только по отношению к некоторым языкам, ну, в частности, как раз тюркские языки Средней Азии оставались главными языками конкретных республик, и им поэтому дали возможность развиваться на базе кириллицы, приспособленной для публикации на этих языках. Ну, я просто не имел времени остановиться подробнее, скажем, на монгольских языках, по отношению к которым можно проследить те же самые законоверности. можно было бы также много интересного рассказать об истории некоторых отдельных конкретных языков, как абхазский, на котором довольно давно существует оригинальная литература и литература, основанная на фольклоре, на созданиях народного творчества. В 20-е годы на рубеже 30-х происходила попытка соревнования разных систем, придуманных и разработанных для абхазского языка и письма. Ну, вот очень интересные попытки академика Марра, который пытался использовать свою эфетическую теорию, он предлагал некоторую единую систему обозначения тех звуков, которые он считал характерными для эфетических языков Кавказа, но это его классификация непринимаемая современной наукой. Речь идёт о части северокавказских языков. Ну, вот с Марром соперничал Поливанов, который предложил свою довольно разумную систему для абхазского языка. Ну, и был также ряд других предложений. И позднее эти работы имели продолжение на базе русских юридовцев, которые были присоединены некоторые особые обозначения для нужд передачи особенностей абхазской фонологии. Таким образом, речь идёт о больше, чем ста языках, которые в той или иной форме изменили свой письменный облик благодаря деятельности выдающихся учёных, занимавших семьях в 20-е и 30-е годы. И, несмотря на тяжесть тех испытаний, которые были в последующие годы, всё-таки в основном надо оценить вот этот колониальный, по сути, имперский период в истории письменности для языков СССР как период значительных успехов. К сожалению, сравнительно мало было продолжено очень велики были утраты, и я не буду входить в подробности, но должен сказать, что переход, скажем, от арабской системы к латинизации, а потом от латинизации к письменности, базирующейся на кирилле с русского типа, этот переход не всегда полезен для функционирования системы письма. Таким образом, помимо того, что были уничтожены, арестованы, расстреляны, подвергались преследования, многие крупные ученые, которые в работе первого периода участвуют, кроме того, по сути, для правильного использования идей, фонология как теоретическая основа разработки языков и письменности, вот в этом отношении, к сожалению, второй период также больше характеризуется негативным образом наличием целого ряда удовлетворительных попыток остановить то развитие, которое началось в довольно разумном направлении. Таким образом, мне представляется, как я завершаю свой рассказ, мне представляется, что сопоставление двух периодов периода творческого развития алфавитов для многих народов и периода резкого ограничения возможностей работы с письменностями, сопоставление этих периодов показывает, что к концу того времени, которое с точки зрения исторической хронологии советской времени, к концу большинство успехов 20-х годов было отменено или смещено, то есть мы видим скорее негативные черты, которые сказываются в частности и в биографиях большого числа ученых, которые, как поливанов, просто лишились своей жизни. Таким образом, мне хотелось бы сказать, что как общий вывод, который вот с этой конкретной практической задачи создания письменности для языка связан, как общий вывод, я бы все-таки сказал, что продуктивной, плодотворной была первая эпоха, прямо связанная с идеями некоторой социальной утопии, которую пытались осуществить начиная с 17-го года, а попытка полностью изменить результаты первого успеха советской власти, попытка вернуть многое, что было до этого, на данном материале, на материале письменности для языков не имеет никаких положительных продолжений. То есть, я бы сказал, что вот эта тема, которую я пытался вам рассказать, она показывает, что чтобы история была разумной, построенной на рациональном основании, мы во всяком случае применительно вот к этой области, к разработке письменности для языков большой группы народов, должны признать, что позитивные результаты можно отметить в основном только для науки и ее приложения 20-х, с самого начала 30-х годов. Все последующее скорее считается, как попытки изменить худшему ту ситуацию, которая начала эволюционировать в сторону, ну, которая, по-видимому, характерна для большинства развитых стран, и таким образом движение в сторону развитой страны с большим спектром используемых языков и письменностей, вот это разумное начало, к сожалению, не имело достаточного продолжения. То есть, если мы говорим о советском периоде, то мы должны отметить и несомненные положительные черты раннего периода, и крайне отрицательные события, которые характеризуют время террора, и которые так или иначе и дальше продолжали мешать осуществлению первоначальных планов. Вы знаете, может быть, первоначальные планы были прямо связаны с некоторыми научными, полунаучными утопиями, но тем не менее на основе этих утопий строились по отношению к языку и письму вполне реальные планы дальнейшего развития. к сожалению, это развитие оказалось невозможным. Ну, на этих довольно мрачных выводах по поводу общей исторической оценки этих двух эпох я хотел бы закончить. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok